Новости спорта продолжают эфир ОТС в студии Михаила Якимов. Всем привет! Новости спорта продолжают эфир ОТС в студии Михаила Якимов. В игре соперники действовали острее и создали больше голевых моментов. В общей сложности нанесли по воротам друг друга 24 удара. 15 – Челябинск, 9 – Новосибирск. Но при этом точность оставляла желать лучшего. Игроки обеих команд попали в створ ворот лишь пять раз. Трижды уральцы, дважды сибиряки. Самым точным оказался удар новосибирца. На 18-й минуте Даниил Коноплев ворвался в штрафную, выпрыгнул выше всех защитников, практически завис в воздухе и головой отправил мяч точно в дальний от вратаря угол, замкнув подачу с фланга. После этого соперники еще не раз заставляли потрудиться вратарей, но гол в середине первого тайма так и остался единственным в матче. 1-0 победа Новосибирска. Следующая игра у нашей команды также на выезде в Челябинской области, но уже в Миасе против «Торпеда» 28 мая. Для Новосибирска в преддверии реформы второй лиги главное остаться на пятом месте, которое команда занимает сейчас. Команда у нас новая, команда потихонечку растет, команда двигается вперед. Ну и конечно, скажу так, что в целом все равно у нас следующая игра это ключевая. То есть игра, грубо говоря, от этого отрезка, это игра для нас в Миасе. Поэтому мы будем к этой игре очень серьезно готовиться. За три дня активной работы в Новосибирске реконструировали легендарный мотодром Досааф. Несколько сотен волонтеров и профессиональных строителей проделали огромную работу. Проект нашего телеканала по реконструкции стадиона за столь короткий срок многие поддержали с энтузиазмом. Тем более мотоспорт в городе некогда был крайне популярен. И до сих пор у него остается много поклонников. Мы помним советские времена, мы помним наших чемпионов мира, Европы, Советского Союза и России, которые были воспитаны здесь, которые поднимались на самые высокие пьедесталы. Мотодром построен был очень давно, конечно, достаточно морально уже устаревший. И вот этот прекрасный проект УТС, стадион за три дня, мы уверены, позволит его преобразить. Прежде чем приступить к работе на таком масштабном спорт-объекте, телепроект «Стадион за три дня» прошел проверку в селах Новосибирской области. Реконструировали или построили с нуля четыре небольших стадиона в разных районах. Обновление мотодрома, пожалуй, самый крупный социально значимый проект в истории областного телевидения. За время работы участники реконструкции установили новые деревянные борта длиной 400 метров и второй забор из сетки «Равица», который создает зону безопасности между ограждением трека и трибунами. Заменили систему освещения. За почти 60-летнюю историю металлический каркас некоторых трибун просел. Три дня и его восстановили. Покрасили ограждения, поручни, фонарные столбы, использовали почти тонну краски. Проредили заросли кустарника и выполнили другие ландшафтные работы. Наш телеканал освещал реконструкцию мотодрома в прямом эфире. Самые интересные моменты работы можно посмотреть на YouTube-канале ОТС Лайф. На этом выпуск завершен. В студии работал Михаил Якимов. Мы продолжаем следить за новостями спорта. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова